Герман Иванович, искусственный интеллект вас заменит на посту председателя СБЕРа? Владимир Иванович, надеюсь, не при моей жизни, но всё к этому идёт. Дорогие друзья, я, как всегда, рада приветствовать на моём канале всех единомышленников и всех аналитически мыслящих людей. Вы видели начало этого ролика, и, как говорится, это очень символичный такой диалог между Германом Грефом и Путиным. О том, что же нам ждать с вами в будущем. И, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Я бы сказала, очень маленькая доля шутки. Особенно вот в таких высказываниях есть всегда огромнейшая доля их планов. И мы с вами прекрасно понимаем, почему всё идёт. Именно вот из этих прямым текстом сказанных, брошенных фраз, так скажем, да, вроде бы как шутя. Но на самом деле осознанные люди понимают, что шутки в сторону. Всё это происходит перед нами, перед нашими глазами, и к этому именно ведётся весь мир. То есть весь мир переводится на рельсы цифровизации неспроста, с определёнными конкретными целями и задачами, которые диктуются крупнейшей мировой элитой в лице мирового правительства, которое действительно существует и уже даже существует официально, потому что есть саммит мирового правительства, куда они все съезжаются, да, существуют различные организации, которые официально или неофициально относятся к мировому правительству, поэтому скрывать тут уже нечего. И все страны, в том числе и Россия, которая якобы там с кем-то борется, на самом деле идут абсолютно по плану мирового правительства, в ногу, да. И сейчас мы с вами рассмотрим подробнее, по новостям пройдёмся, да, о том, как строится новый мировой порядок во всём мире. И, к сожалению, пока на данный момент, да, с небольшим напряжением, да, с затяжкой, но всё-таки они идут вперёд. И что касается конкретно России, то 19 июля мы видим, что в Думе выдвинули, в общем-то, некоторые депутаты, такое предложение объединить уже в единый идентификационный QR-код ИНН с НИЛС и паспорт. Читаем новости, которые облетели на разных источниках, об этом написали. Так, депутат Петербургского ЗАГСобрания Павел Крупник предложил объединить общегражданский паспорт со СНИЛСом из ИНН в один физический носитель, оснащённый чипом. Соответствующее обращение с просьбой оценить данную идею он направил председателя правительства Михаила Мишустину. А уж мы-то с вами прекрасно знаем, как Мишустин поддерживает всяческие проекты по цифровизации. Пишет это вот парламентская газета. Сегодня мы стоим у символичной черты, когда физические и классические документы постепенно утрачивают свою силу и уступают место документам цифровым. Всё больше стран и государств приводят к практике облачного хранения, а также введения единых носителей персональных документов. Говорится в личном письме Мишустина. И, кстати, о чипах. Вот этот чип, который, например, собирается внедрить на носитель ID по предложению данного депутата. Клаус Шваб давно говорил о том, что постепенно мы придём к тому, что эти чипы будут на внешних носителях, например, прикреплённых к одежде. После чего постепенно от внешних носителей они перейдут на внутренние носители. Я уже делала об этом ролик, лично переводила его, вот ещё раз посмотрите, чтобы убедиться, что на самом деле это всё нам говорится абсолютно открыто прямым текстом. И в итоге сегодня мы уже можем говорить о микрочипах, которые можно будет имплантировать. Когда это осуществится? Наверняка в ближайшие 10 лет. Конечно, для начала такие чипы будут просто встроены в одежду. Так называемые wearables носимые устройства. И даже уже можно будет дальше говорить о внедрении чипов в мозг, под кожу и так далее. Таким образом может быть установлена прямая связь между нашим мозгом и цифровым миром. Становится очевидным своеобразное слияние миров цифрового, физического и биологического. Итак, Клау Шваб открыто заявил, что в ближайшие 10 лет будут созданы чипы, которые будут вживляться и в мозг, и под кожу. Об этом заявил основатель и президент Всемирного экономического форума на интервью каналу Радиотелевизион Суис, то есть швейцарское радиотелевидение. На вопрос журналиста о том, когда будут созданы такие чипы, он ответил, определенно в следующие 10 лет. Сначала мы имплантируем их в нашу одежду, затем мы можем представить себе, что мы имплантируем их в наш мозг или под кожу. И в конечном итоге, возможно, между нашим мозгом и цифровым миром будет прямая коммуникация. Это будет своего рода синтез физического, цифрового и биологического мира, добавил Шваб. Люди будут в скором времени передвижными кошельками CBDC. Это я уже добавляю от себя. Почему? Потому что мы уже с вами обсуждали тот факт, что в прошлом буквально видео, что всплыла новость о том, что CBDC на самом деле планируется именно имплантировать под кожу. Это откровение нам поведал как раз-таки продвиженец АВФ и Клауса Шваба. Я уже говорила вам об этом банкире и экономисте, получившем огромное количество премий, в том числе от ВЭФ. Он вдруг отщепился от них немножечко, сказал, что недоволен их программой и заявил, что на самом деле мировые банки собираются создать эти самые цифровые валюты CBDC и именно имплантировать их под кожу. И уже не только он один об этом говорит, а на самом деле новость это все-таки проскользнула уже официально. И очень много об этом вышло различных сообщений в СМИ, в независимых, естественно, СМИ. Так вот, например, еще одна статья вышла интересная об этом факте, что CBDC собирается имплантировать под кожу. То есть люди станут физическими носителями этого CBDC, вот этого цифрового кошелька CBDC в себе самих. Значит, Банкинг Инсайдер предупреждает, что CBDC будут имплантированы в чипы. Банк международных расчетов недавно опубликовал отчет под названием «Проект будущей денежной системы. Улучшение старого, создание нового». То есть прямым текстом абсолютно на своем официальном сайте Банк международных расчетов рассказывает об этом. В этом отчете предлагается, чтобы цифровая валюта Центрального банка служила новой резервной валютой и содержится призыв к цифровой конфискации всего физического имущества путем присвоения каждому реальному предмету собственного уникального цифрового токена, который будет содержать правила о том, как каждый предмет может и не может быть использован для того, чтобы каждый человек мог контролироваться и обуславливаться непосредственно Центральным банком. То есть они хотят любому предмету присвоить определенный цифровой токен и приобрести его или не приобрести, и каким образом его использовать в быту. Это будет решать Банк, потому что он будет внедрять разрешение на использование этих самых CBDC для покупки того или другого токена, того или другого предмета в вашем быту. Это может быть стул, я не знаю, стол, картина, ложка, вилка, все что угодно. Естественно, любой предмет в быту, он может стать цифровым токеном, и может быть поставлено на него определенное ограничение на его использование, на его покупку и так далее. То есть все будет решать именно Банк, Центральный банк вашего государства, над которым будет стоять Центральный мировой банк. Это все будет решаться за людей, что они могут приобрести, что они не могут приобрести. И вот уже мы видим по факту, что они начали тестировать эту систему. То есть уже об этом не только говорится, но уже какие-то производятся первые действия по этому поводу. То есть мы с вами прекрасно знаем, что цифровые валюты уже тестируются, и вот ВЭФ говорит о том, что нужно протестировать использование цифровой валюты с лимитацией. ВЭФ говорит о том, что цифровая валюта должна быть использована для блокировки покупок гражданами нежелательных предметов, таких как, например, боеприпасы. То есть они собираются, например, протестировать запрет на покупку боеприпасов, оружия простыми гражданами при помощи цифровой валюты. Видео с ежегодного собрания новых членов Всемирного экономического форума, которое состоялось в прошлом месяце, открыто говорит, что грядущее цифровое безналичное общество будет регулироваться. И те, кто определен, как менее желательные, будут заблокированы. Старший профессор торговой политики Толани Корнельского университета Эсвар Прасад выступил на собрании, прямо заявив, что преимущество цифровых денег включает именно программируемость граждан. Смотрите, что получается. Интересный факт, да? То есть они хотят запретить гражданам покупать определенные товары, например, оружие и боеприпасы с помощью этих самых цифровых валют. Однако они начинают давать доступ к этому самому оружию, к боеприпасам и вообще к оборонке, искусственному интеллекту и роботам. То есть что в итоге получается, если отследить, я вам сейчас покажу новость, естественно. Если мы отслеживаем тенденцию, мы замечаем, что у народа оружие изымается, блокируется и запрещается к нему доступ, а искусственному интеллекту начинает даваться этот самый доступ для контроля над этим самым народом, доступ к вооружению. Значит, и первым этот доступ получила армия Израиля. Армия Израиля начала применять искусственный интеллект для планирования авиаудара. Искусственному интеллекту и различным нейросетям в качестве теста дается доступ к выполнению авиаудара. ИИ обрабатывает огромные объемы данных, и его выводы используются при определении целей ударов. Модель ИИ в Fire Factory используется для быстрого планирования дальнейших атак, которая основывает свои решения на данных о ранее одобренных военных ударах. Она может подсказать цель, рассчитать бойкомплект и составить график ударов. На данный момент использование искусственного интеллекта при планировании авиаударов никак не регулируется. Ни международным, ни израильским законодательством. Друзья мои, это очень страшно. Я лично очень боюсь этого, так скажем, вот такого утопичного, антиутопичного, вернее, конца, когда просто мы придем к тому самому скайнету из Терминатора. Я понимаю, что это звучит, может быть, как кому-то смешно, и кто-то не хочет в это верить. Но я лично очень этого опасаюсь. Я вижу, что подвижки к этому происходят, что именно искусственному интеллекту все больше дается возможностей, в том числе доступ к оборонной промышленности, к авиаударам, к возможности к использованию ракет. А у людей, наоборот, это изымается и запрещается людям приобретать. То есть, когда они вдруг заблокируют вообще оборот наличных, у людей останутся только эти самые CBDC для покупки товаров и услуг, и люди не смогут приобрести это самое оружие. То есть, вот, пожалуйста, оружие будет в руках искусственного интеллекта, которому, возможно, дадут доступ к определенным роботам. Мы уже видели с вами кучу видео о том, как создаются вот эти роботы, которых могут использовать в качестве контроля над гражданами, над массами людей. Вот такой антиутопичный страшный вариант. И вот, послушайте, что же, опять же, тестируется. Значит, создана уже, друзья мои, первая в мире система виртуальных ограждений для скота. Система NoFence работает с помощью GPS-ошейников на солнечных батареях. И если коровы приближаются к виртуальной границе, то есть границы нет, забора нет, она виртуальна. Но если корова, имеющая отношение, приближается к этой виртуальной границе, она получает мускульный сигнал, предупреждение, а при упорстве слабый электрический импульс. При ее использовании животные не испытывают стресс, а фермерам нет нужды ограждать новые пастбища. Кто дает нам гарантию, что вот такую систему они будут внедрять в 15-минутных городах, когда всех посадят по клеткам, по 15-минутным городам, внедрят нам под кожу CBDC, вот этот наш единый кошелек, в котором будут все, все на нас, наши права водительские, наш ИНН, наш СНИЛС, наш паспорт, наша страховка, наши налоги, наша медицинская карта, все на свете. И заодно и будет внедрено вот это вот цифровое ограничение на передвижение. Вот такой своего рода ошейник для коров, для скота, который будет определять виртуальное передвижение и ограничивать его. И человек будет получать какой-то электрический разряд в тот момент, когда он будет нарушать, например, свои границы 15-минутных городов. Если честно, видя то, что происходит и как людей утилизировали, чем только не пытались и не пытаются до сих пор утилизировать, начиная от различных препаратов, кончая военными действиями, я, если честно, абсолютно не удивлюсь вот такому развитию событий и таким планом. И напоследок, друзья, первые уже звоночки отмены конкретно наличных начались. Значит, крупнейший национальный банк Австралии полностью отказывается от оборота наличных денег. Об этом сообщает издание Daily Mail. Через какое-то время клиенты банка не смогут больше вообще снимать наличные. То же самое ранее, то есть аналогично поступил и банк ANZ, который является вторым по величине в Австралии и крупнейшим в Новой Зеландии. То есть Австралия и Новой Зеландия, а мы с вами прекрасно знаем, что в этих двух странах у руля стоят продвиженцы идеи ВЭФ и Клауса Шваба, премьер Австралии и премьер Новой Зеландии. И это две фигуры, которые взросшены Всемирным экономическим форумом, и они относятся к ученикам Клауса Шваба, потому что они выходцы из его школы, которая называется World Global Leaders. И он об этом прямо говорил, мы с вами уже это обсуждали в моих предыдущих роликах какое-то время назад. Я вам показывала интервью Клауса Шваба, который рассказывал, что, с гордостью рассказывал, что мы внедряемся в кабинеты мировых правительств, говорил он прямым текстом. Мы уже внедрились в такие-то, такие-то, такие-то страны, и там стоят у руля именно выходцы из нашей школы World Global Leaders, которые продвигают наш план. Австралийские сайты вовсю прямым текстом говорят о том, что именно их премьер-министр Албанезе абсолютно в ногу с Всемирным экономическим форумом создали план на ближайшее развитие страны, и этот план будет опробирован и именно одобрен в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Это было заявлено 22 июля 2023 года. Что же касается Новой Зеландии, то бывшая премьер-министр Жасинда Ардерн, которая до 2023 года буквально правила Новой Зеландии, она вообще практически стоит на сайте WEF, как ученица и, в общем-то, продвиженец идей Всемирного экономического форума и Клауса Шваба вообще в мире. И вот мы видим, что именно в этих странах как раз-таки тестируется и вводится уже то, к чему постепенно ведутся и наши правительства, и наши страны. Мы еще до этого не дошли, но все стоит на пороге. И вот уже первые звоночки просто людям сообщили, что вот эти банки не будут больше выдавать наличные, снять свои сбережения люди не смогут. И это страшно, друзья мои, поэтому что у нас с вами остается? У нас с вами остается снимать все, что можно, не хранить ничего в банках, как бы это ни оказалось каким-то средневековьем, отсталостью, непродвинутостью. Но, к сожалению, на данный момент мы пришли к тому, что это спасение. Хранить просто кэш или же, естественно, все это вкладывать во что-то, покупать себе какие-то домики где-то на природе, в деревнях, производить что-то свое. Сейчас, кстати, запускаются независимые площадки по бартеру товарами и услугами, где просто люди смогут обмениваться товарами и услугами без денег вообще. Например, вот мой хороший друг, создатель Бастиона, Даниил Сачков, которого вы очень многие знаете, за ним следите, у него есть тоже свой YouTube-канал. Я сейчас не в целях рекламы, чисто из, как говорится, по дружбе. Я видела, он мне выслал информацию о том, что они создают сейчас эту площадку по бартеру. Кто хочет проинформироваться подробнее, зайдите, посмотрите на канал, на Бастион и на YouTube-канал Данииле Сачкова. Я думаю, он там, наверное, все рассказывает. То есть они сейчас создают крупнейшую, я думаю, из первых в мире площадок, цифровых онлайн-площадок, где можно будет обмениваться товарами и услугами, списываться, сотрудничать с людьми без вообще денежного эквивалента. То есть это будет вот такой новый способ осознанных людей избежать вот этой страшной системы порабощения через цифровые концлагеря. Я считаю, что это тоже вариант объединяться, делиться информацией. Спасибо всем тем, кто в эти нелегкие времена нас, независимых блогеров, поддерживает и высылает нам донаты. Нам сейчас это очень помогает. Большое спасибо от всей души, ссылка на мой донат под этим роликом. Также благодарю всех тех, кто ставит лайки, репостит, потому что эта информация важна. Делитесь, помогайте распространять. И обязательно, друзья мои, подпишитесь на новый мировой порядок сопротивления, мой телеграм-канал, потому что пока это единственная площадка, которая не рискует быть заблокирована на территории России. Единственная площадка, где нет цензуры, где можно говорить все прямым текстом. Поэтому обязательно, чтобы не потеряться при любых блокировках YouTube и других площадок, обязательно подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал, где мы с вами 24 на 7 отслежим все новости, как политики, так и цифровизации, так и глобально всех планов. Обязательно подпишитесь туда, я вас всех там жду. Спасибо вам за внимание, друзья мои. Держимся и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова